Сегодня в эфире. Обор требований к поступающему в каждую из медицинских школ и статистику по результатам вступительных экзаменов прошлого года. Но вступительный тест MCAT, разработанный и EAMC в сотрудничестве с медицинскими школами Америки и Канады, одинаково ждет всех абитуриентов. О нем мы уже говорили. В некоторых школах действует программа «двойного диплома» MD-PhD, Doctor of Medicine, Doctor of Philosophy. Однако около 98% всех выпускников медиков получают один диплом – MD. Есть еще диплом – MD, MBA, Doctor of Medicine, Master of Business Administration, Medicine plus Business, но это встречается еще реже. Продолжительность обучения на MD-PhD составляет 7-8 лет, это примерно в два раза дольше, чем на MD. Традиционное обучение в медицинской школе продолжается 4 года, из них половина срока, лекции и лабораторной работы. Затем, столько же клиническая практика. Первые два года изучаются анатомия, биохимия, патология, физиология, фармакология, гистология и микробиология. Наиболее впечатляет в это время первый опыт работы в анатомической лаборатории. На третий год, в ходе клинической практики, студент впервые сталкивается с пациентом. Год обычно поделен на несколько периодов, студент посещает отделение педиатрии, терапии, хирургии, акушерства и гинекологии, психиатрии и семейной медицины. Любой период длится 6-8 недель, и каждый учащийся под наблюдением врачей оказывает помощь госпитализированным пациентам. В работу входит сбор анамнеза, осмотр и составление списка возможных диагнозов и планов лечения. В течение четвертого года у студента увеличивается объем практики, он наделяется большей ответственностью по отношению к пациенту и работает в рамках серии месячных курсов в областях, вызывающих наибольший интерес. Например, студент, интересующийся педиатрией, может провести один месяц обучения в отделении детской кардиологии. Некоторые медицинские школы не следуют подобному традиционному плану, в них процесс обучения более интегрированный. Студенты начинают клиническую практику гораздо раньше, обучаясь и посещая лекции в течение всех четырех лет. Через 8 лет после окончания high school наступает время резидентуры. Получив диплом, студенты сдают госэкзамен USMLE. По его результатам их распределяют в резидентуру, аналог российской ординатуры, только занимающей большее количество лет. Резидентура в США – последипломная больничная подготовка врачей, предусматривающая специализацию в течение одного года интерном и в течение трех-восьми лет резидентам. Например, студенты, интересующиеся педиатрией, обращаются за резидентурой в детские больницы, а желающие стать хирургами – в хирургические отделения университетских клиник. Поступление в резидентуру, как и в медицинскую школу – процесс, отмеченный высокой конкуренцией. Приемные комиссии отбирают студентов с лучшими оценками, а также благосклонно относятся к тем, кто был волонтером и помогал другим, выполнявшим научные работы, кто хорошо зарекомендовал себя во время собеседования. На время прохождения резидентуры молодой специалист нанимается госпиталем, получает зарплату, работает около 60-80 часов в неделю и оказывает помощь как госпитализированным, так и амбулаторным пациентам, но под руководством более квалифицированного врача. Резидент может быть первым врачом при контакте с пациентом, однако, прежде чем начать лечение он обращается за советом к более опытному коллеге. По завершении этого уровня специализации выпускник становится полностью лицензированным врачом. Он может работать терапевтом и оказывать помощь в частной практике. Например, выпускник резидентуры по педиатрии может работать педиатром в клинике в составе группы педиатров. Альтернативой может быть получение дополнительного, узкоспециализированного образования в определенной области. Тогда оно называется «филлаушеп» и включает обучение еще в течение 3-6 лет. Например, после окончания резидентуры по педиатрии молодой врач может выбрать дополнительное 4-летнее обучение, чтобы стать гастроэнтероловым. Общая картина получения разрешения на самостоятельную практику приблизительно следующая. Если вы собираетесь работать в скорой медицинской помощи, потребуется 3-4 года, заняться семейной практикой или педиатрией – 3 года. Гинекология и психиатрия займут 4 добавочных года. Урология и общая хирургия – по 5 лет. Специализированная хирургия, включая пластическую – 5-6 лет, в зависимости от специализации. А если вы мечтаете стать, например, хирургом-кардиологом, прибавьте 7 лет, нейрохирургом – 8 лет. После этой ступени наступает «последний бой». Он, соответственно, трудный самый. Врач сдает сложный экзамен и, наконец, получает степень доктора медицины – MD – Medical Doctor. После этого можно работать врачом в США. Важное отличие американской медицинской традиции – хочу обратить внимание российских читателей на то, что в США сложилась практика, когда лечат не всего человека, а отдельные его органы. Лечение отдано на откуп «узким» специалистам, которые обращают внимание только на то, что является объектом их профессиональной квалификации, не замечая всего остального организма. Отличительной особенностью американской медицины являются и особенные личные отношения между врачом и пациентом. Пациента считают партнером врача, больному подробно разъясняют его состояние и прислушиваются к его мнению при выборе тактики лечения. Мнению пациента в оценке качества медицинской помощи придает огромное, иногда чрезмерное значение. Такое положение, по мнению ряда экспертов, ведет к искажению оценки, поскольку пациент всегда субъективен и далеко не всегда способен объективно оценить качество обслуживания. Такое положение вещей, скорее всего, связано с боязнью судебных исков. Пол Фрумкин, США, продолжение следует, источник, ria-defisami.ru Продолжение следует...